Привет, это новости Фургаловска. 9 июля исполнилось три года со дня ареста народного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Наш эпичный текст к этой важной дате. Пытаемся осмыслить произошедшее и заглянуть в будущее. И это только первая часть. Три года вранья, предубеждения и ксенофобии. У вас там в 90-е все друг друга убивали, особенно крупные бизнесмены. Мы правильные оппозиционеры, а Фургал так, типичный ЛДПРовец. Хабаровский протест оказался между молотом и наковальней. С одной стороны госпропаганды и полицейские репрессии, а с другой правильные оппозиционеры, которым Фургал не нравится. На 9 июля, конечно, был запланирован митинг в Хабаровском гайдпарке у ДК Русь. Полиция не могла пропустить это мероприятие и с утра начала задерживать активистов для беседы. Всего было задержано 15 человек. Кто вы такой? Вы кто такой? Покажите документы. Документы предоставьте. Документы покажите. Вот так вот полиция подходит на гайдпарке к людям, кто одиночные пикеты делает. Подходят и просят. Мы вас не задерживаем. Ну давайте с нами проедем или сядем в машинку, и вы дадите объяснение. В чем мы говорим, мы должны давать объяснение. Но в результате вот уже двоих посадили в машину, и они будут там, значит, писать какие-то объяснения. Ну, в общем, в протоколе оказывается согласие на свидетельство. Не написано, что у меня красные зрачки, невнятная речь и нарушена координация движений. Но митинг в Хабаровском крае состоялся. Всем спасибо, кто смог принять участие. Также состоялись в этот день акции в Новосибирске, в Москве и в Нью-Йорке у консульства России. Дело сватриковано! Дело сватриковано! Дело сватриковано! Хабаровчане выходят каждый день, выходят каждую субботу в Грэд-Харк. Там Самольс на Амуре выходят каждую субботу. Мы в Новосибирске здесь выходим в поддержку. Выходили и будем выходить. В Нью-Йорке не только митинговали за свободу Сергея Фургала, но и провели небольшой перформанс. Путина задержали на митинги в поддержку Сергея Фургала. Путина задержали на митинги в поддержку Сергея Фургала. Верховный суд определил подсудность второго дела Фургала, так называемого экономического. Его будет рассматривать Бабушкинский суд Москвы. Но не доверяют в Москве Дальневосточным судам. Заявление обвиняемо. Направляются в Верховный суд относительно организации судебного процесса непосредственно по рассмотрению дела, обосновлении с делом. Вы будете направлять в Бабушкинский районный суд. Ну, исходя из той позиции, которую мы транслировали в судебном заседании, с решением сегодняшнего мы не согласны. Мы наставили на том, чтобы рассмотрение было в Хабаровске, в железнодорожном суде. Вот поэтому будет написана и подана апелляционная жалоба. Как только мы получим копию решения, ознакомимся с ним, сформируем какие-то более детальные, возможно, позиции по конкретным фразам, доводам суда. И в завершении мы предлагаем вам отрывок из интервью Сергея Фургала. Скажем, есть чиновники в Москве, которые действительно меня не любят. Ну, я же, с другой стороны, не набиваюсь на любовь. А если мы рассматриваем эту точку зрения, то здесь очень простое понятие. Если у вас есть позиция, она всегда будет кому-то не нравиться. Соответственно, этот кто-то будет всегда проявлять те или иные движения, чувства по отношению к вам. У меня позиция есть, она четко сформулирована. Поэтому некоторые из чиновников, которые сегодня находятся, в том числе и в Москве, ее не принимают. Соответственно, это перекладывается и на меня лично. Поэтому это их проблемы. Я сделал давно для себя вывод, что если вы чего-то очень сильно хотите и настойчиво это делаете, то у вас рано или поздно это всегда получится. У нас очень много хороших идей. Мы вообще способны на такое, что не способен никто. Мы способны придумать все, что угодно. Но есть один недостаток. Ленивые? Да. Вот вы сами ответили. Мы иногда ленивые. Мы вот придумали что-то хорошее. Начинаем это реализовывать. Потом придумываем что-то еще лучшее. И это забываем. Вот совет все-таки, несмотря ни на что, закусив, как говорится, губу, если уж что-то придумал, попытаться это сделать. И самое главное не ныть. Вот ныть не надо. Мост Сахалин – это очень интересная история. Хотя я бы, наверное, сказал бы не мост Сахалин, потому что непонятно, может быть, это будет и тоннель. Вот назовем это переход. Но к любому переходу необходима инфраструктура. Железная дорога, автомобильная дорога, энергетика. Соответственно, в случае строительства перехода на Сахалин, так или иначе, с города Комсомольска на Амуре придется тянуть автомобильную дорогу, железную дорогу и электричество. Для нас это будет таким, я бы сказал, взрывным проектом, который позволит нам значительно увеличить наш ВРП. Но не переходом единым живет Хабаровский край. У нас сегодня достаточно много хороших, прорывных, серьезных проектов, которые позволят значительную часть населения и значительную часть бизнеса привлекать именно к работе. Но переход, конечно, это такой грандиозный проект. Эта стройка, мне кажется, такая десятилетия. Да, я очень сильно уверен, что она будет реализовываться на территории Хабаровского края. По крайней мере, я делаю и предпринимаю сегодня все шаги, необходимые для того, чтобы это произошло. В том числе и поездки в Москву, как вы вначале сказали. Знаете, вы сказали мои слова. Я тоже родился в Амурской области, мне Амурская область нравится. Я не знаю, чем меня привлек Хабаровск, когда я сюда первый раз приехал. Но вот чем-то вот он задел, ну, я думаю, здесь есть душа, здесь есть аура какая-то своя, своеобразная. Я думаю, наверное, больше, чем бывал и по России, и по миру бывал. Но больше, чем три дня мне нигде не нравилось. В Хабаровске, в Хабаровском крае, особенно на природе, я могу бесчетное количество дней быть. У меня это никак не это. Даже за 11 лет жизни в Москве, будучи депутатом, да, я там не завел себе ни квартиру, ничего. И каждый месяц я прилетал в Хабаровск. И потом я уже поймал себя на мысли, что я все 11 лет, как бы, жил такой вот идеей, что я в Москве, там, нахожусь временно, просто на работе. А живу, на самом деле, в Хабаровске. Из космоса в космосе не было, но наверняка из космоса хорошо видно Дальний Восток, учитывая, но территория. А то, что вот сегодня Москва, к сожалению, плохо видит Дальний Восток, это факт. И когда меня не слышат, да, или не хотят услышать, или там в меру своей ограниченности, или зазнайства, или там снобизма того столичного, да, там, они же все знают лучше нас. Как у нас здесь должно быть, как мы здесь должны жить, и как вообще тут мы все должны делать. Вот, и когда начинаешь с ними говорить, и потом просто останавливаешься и говоришь, блин, ну, понятно, там, 10 этажа, Москва-Сити, ну, вот этого комплекса. Конечно же, жизнь, говорю, в Хабаровском крае лучше видится и лучше понимается. И уже так вздохнешь и понимаешь, страна у нас огромная, страна у нас разная, поэтому каждый будет заниматься своим делом. Это точно. Продолжение следует...